Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ. Такого самоката у нас еще не было. Это Меркан MX-60. Это первый самокат со съемной батареей. Вообще я расцениваю это как плюс. Если вы, например, зимой не эксплуатируете свой самокат, он все-таки места занимает немало, у всех квартир разные по габаритам, чтобы не перешагивать его в прихожей каждый день. Хранить его в гараже, но перед этим на зиму снимаете батарею. Смотрите, здесь кодовый замок они придумали. И, кстати, алюминиевая толстенная, такая прям классная. И антискользящие резины. Вот, пожалуйста, показывает процент. 99% заряда. Два порта для заряда. То есть, вы, например, приехали или просто решили хранить его где-нибудь, пристегнуть замком в подъезде внизу, ну, если не боитесь, что вас его украдут, да? А батарею просто берете, вынимаете и заряжаете дома. Вот так это выглядит. Съемная батарея, килограмм, ну, 10-11 она, если не 12, точно весит. А мы еще, кстати, взвесим, сейчас мы взвесим и его. Скажу вам в конце видео, сколько весит. Ну, единственное, емкость мне не нравится. 20 ампер час, 60 вольт. Как бы, так себе. Ну, опять же, у всех разные задачи. Кому-то не нужно пробег в 50-70 километров. Ну, я думаю, 40 он проедет, но не больше. То есть, да, 40 должен. Ну, и посмотрите, как здесь все устроено. Сейчас мы, конечно, будем это все разбирать, изучать. Прочный алюминиевый корпус. Видите, сколько много ребер жесткости? Потому что, фактически, это же, как скорлупочка, должна, не должна сложиться под весом. При прыжках, при приезде, там, кочек всяких. Поэтому здесь много ребер жесткости. Резиновый уплотнитель по периметру, чтобы батарейный отсек ваш был герметичен. Но, действительно, туда, с таким уплотнителем, туда ничего не попадет. То есть, батарею установили, хоп, даже такой дурный. И закрываем. Закрыли. Код можно поменять. Соответственно, чтобы, когда у вас самокат будет где-нибудь возле магазина припаркован, чтобы никто не украл батарею. Ну, там, по всей видимости, контроллеры, которые мы тоже сейчас достанем, посмотрим. Модификации разные у Меркана есть. Есть модификация просто голый самокат. Без багажника. Вот, кстати, здесь багажник стоит. Есть модификация с сидением, с багажником. У нас максимальная комплектация. Вот сюда мы сидушку не ставили. Здесь у нас просто, просто, просто багажничек для красоты. И самая классная штука – это подвеска. Всем весом прыгаю. Даже не пробиваю до конца. Реально аморизаторы не пробиваются. Что-то тут у нас крыло, что ли, громыхает. И это аморизаторы пневма, они настраиваемые. Вот, смотрите, сейчас я откручу тут такую заглушечку у нас. Их, соответственно, можно будет подкрутить, настроить, накачивать. Не знаю, где-то они должны накачиваться. Ну, ладно, это мы сейчас изучим. Это мы изучим сейчас. Ну, и вообще, на самом деле, очень качественно он сделан. Такой серый матовый стиль. То есть, цвет такой прям, ну, супер. Фары, конечно, светят. Вообще никак. У Халтона интереснее фары. Ну, у Дуалтрона их вообще нет. А тут задний, смотрите, какие прикольные стопари. Когда нажимаешь на тормоз, вот так загорается. Вес мы его тоже сейчас замерим. И, кстати, смотрите, друзья, очень прикольное решение. Где-то не сложу, потому что там сидушка. Рулевой механизм, как здесь устроен. Ну, вот, честно, мини-моторсу получится бы вот такого плана, потому что вечная проблема с этими люфтами руля. Вот такая вот алюминиевая шайба или не знаю, какую назвать, гайка. Выкручивается. И все. А, кстати, здесь надо еще выкрутить вот здесь вот такую штучку, смотрите. Вот мы ее выкручиваем. Выкрутили. Здесь раскрутили. Складываем. Сейчас этот ряд отключу это. Сложили. Теперь, вот в этой гаечке есть отверстие, ну, не гайка или шток какой-то. Отверстие, которое... В котором будет фиксироваться... Сейчас мы вставляем сюда. Все. Ну, и закрутили. Все. Зафиксировали. Теперь, меркант. У него и руль, получается, не крутится. И можно переносить. Ну, блин. 35, я думаю, весит. Может, даже больше. Посмотрим. Вот, соответственно. Вот так это выглядит. Руль всем нам уже давно известен, как на Халтонах и как на Ультронах. С центральной муфтой. Раскрутили. Сигнал, да. Ну, вот так вот сложили. То есть, в таком виде можно его перевозить. Соответственно, когда у вас установлен багажник, можно за него браться, переносить. Как бы так двумя руками. Раз, он в машину кинул. Ну, и, собственно, все. Покрышки. Мне кажется, даже они... А мы сейчас посмотрим. Вот, точно. У нас же есть ультровская покрышка. Тандеровская. Мы сейчас посмотрим. Визуально. Блин, да они выше. И они выше, причем... Конечно, когда накачатель немножко вот так вот дугой будет, она чуть выше стоит. Но все равно сантиметр на два, я думаю, что он выше. У него получается, что высота самой резины, вот здесь, повыше, диаметр... Даже не могу найти, сколько здесь написано дюймов. А, 10 написано. А, то есть, тут получается, такое большое колесо за счет того, что покрышка высокая. А так, 10-дюймовое колесо. Ну, ладно, рассмотрим сейчас внутри, что там, как, что сделано. Но перед этим, у нас сейчас дождик сейчас хмурится, собирается. Мы замерим на нем максималку. Кстати, знаете, что мне не понравилось? Я уже пробовал на нем, катался. У него какая-то заторможенная реакция на газ. То есть, например, Dualtron. Даешь, он сразу тебя подрывает и прямо из-под тебя. Здесь он какая-то там, какая-то доля секунды, небольшая задержка. Но буквально стоит 5 минут на нем покататься, ты уже чувствуешь, когда он стартует, а когда он... То есть, привыкаешь, ко всему привыкаешь. Потому что все самокаты разные, но здесь такая особенность есть. И, кстати, друзья, очень интересное решение у этих мерканов. Тормоза такие я еще не видел, честно. Знаете, в чем их преимущество? Это обычные механические тормоза. Но они сделаны таким образом, что колодка подходит к диску, прижимается и одна, и вторая. Вот когда нажимаешь тормоз, вот можно увидеть, две колодки смыкаются. То есть, несмотря на то, что это обычная механика, эффективность у нее, как у гидромеханики. Потому что колодки равномерно диску с двух сторон прижимаются. Здесь у нас что? Амортизатор? Нет, это какой-то шток. Амортизатор у нас, вот он. Ну и, собственно, внешне все вам рассказал. Кстати, меркан, которые были первые партии, у них были контроллеры слабенькие. Здесь контроллеры уже, со слов наших китайских друзей, установлены помощнее. Но сейчас мы с вами и посмотрим, насколько они мощнее и сколько они могут выжать по прямой. Одеваю сейчас свой шлем, защиту и на замер максималочки. Все, друзья, не переключаемся. Все, включаем аппарат. Скорость по умолчанию стоит первая. Как на, кстати, как на Maxpeed Mini 5 очень похож. Бортовой компьютер. Но, чтобы сюда войти, он просит какой-то пин-код, что ли. Почему? У меня не получилось это сделать. Надо, наверняка, где-то в инструкции, может, или на коробке написан. По ощущениям, настройки стоят максимальные. Включаем полный привод. А, кстати, друзья, он по умолчанию едет только с толчка. Прикольно очень сделано. Курок, герметичный разъем. Ну, ладно, включаем заново. Выбираем третью скорость, полный привод включен. Ну что, поехали. С толчка. Вообще, по кочкам просто он, ну, прям супер. Круто яма отрабатывает. Мы, разумеется, поедем по проезжей части, потому что нет другой возможности замерить максимальную скорость. Потому что нам нужна дистанция. Сейчас ждем, пока проедет машина. И поедем. Смотрим, что он может выжить. Вот. 40. 40 развил. Сейчас ждем, пока загорится зеленый. И по нашей стандартной схеме. Вот. Зеленый загорелся. Даем газ в пол. Едем немножко в горочку. Вот он уже развил. 38, 39, 40. 41. Что-то чиркает колесо, что ли, об диск тормозной. Вот прямая. 46, 48. 50. Теперь начинается горка вниз. Едем с горочки. 44, 55. Кстати, оттормаживается очень даже хорошо. Действительно, вот эти вот тормозные колодки, ну, тормоза, как, механические, но они ведут себя как гидромеханика. Очень достойно тормозят. Ну, и что мы видим в итоге? 50 он едет? 50. По прямой. Когда дорога пошла немного с горочки, он разогнался до 55. Опять же, повторюсь, может быть, это настройки не максимальные, но заряд батареи максимум. Но, честно сказать, друзья, 50 км в час – это очень немало. Быстрее ездить просто опасно. Ну, опять же, 50 – все. Это все на то, что он способен по прямой. Сейчас попробуем еще раз продублировать. Чуть в горочку, потом прямая и чуть с горочки. Ну, я думаю, что результат будет точно таким же. Ну, вот в гору он. 35, 36, 37. Блин, подвеска вообще огонь. Очень круто себя ведет. Вот прямая у нас. 45, 47. Пошло с горочки. Под 50 уже скорость стремится. Ну, грубо говоря, чисто по прямой он едет 50. Мой вес 84 килограмма. Вот так вот такую максималку показывает. Тормоза вообще отличные. Тест в подвеске. Там подгромыхивает сзади. Посмотреть, протянуть. Ну что, сейчас посмотрим, как он устроен. Вот Юрий уже разобрал. Все, Юр, разобрал? Отлично. Сейчас идем смотреть. Ну все, разобрали мы аппарат. Смотрите, что кроется под вот этой красивой крышечкой. Как все уложено. Кстати, одна особенность, когда мы ставим на эту стойку самокат с батареей, он держится. Сейчас он такой легкий, несбалансированный. Вот смотрите, как уложено все здесь. Провода. Все как обычно, аккуратненько. Разъем питания. Контроллеры два между собой. Склеены что ли? Не похоже, что скручены. Ну, вот сейчас посмотрим. Ладно. 20-амперный контроллер. На Halton RS3 установлены контроллеры 25-ампер. Halton разогнался где-то до 58-59. Этот разогнался до 50. Ну, что тоже, в принципе, достойный результат. Дальше смотрим, друзья. Колесико. Посмотрите. Все чистенько. Идеально. Ну, действительно, все классно. Никакой, ни пыли, ни ясно. Ну, не знаю. Магниты, кстати, 6 сантиметров. Мотор-колесо с датчиком HALO. Вот он, пределом. Кстати, какой-то даже крышка на какой-то герметик посажена. Ну, сделано качественно, конечно. И, кстати, удобная очень штука. Разъем есть. То есть, хотите с колесом заниматься? Отсоединили. Влагозащищенный разъемчик. Ну, и все. И занимайтесь. Сейчас мы его покроем лаком. Коль уж разобрали. Все. Назад соберем. Что хочется... А, кстати, вот единственное, что мне не понравилось. Смотрите. Тормозные диски на 140. Даже на ультрах, там, не знаю, там, на... А, на ЛТД 140-ые диски стоят. На Долтрон 3 140-ые. Но это аппарат такого размера и класса, что 140-ые это же реально малый. Какой-то нестандартный размер, три болта держит. Не знаю, может, это и стандартный для 140-ого. Ну, я бы сюда побольше поставил диски. Что хочу вам еще показать. Что хочу показать. Посмотрите. Ну, в принципе, вот как вот здесь все организовано. Видите, резиновая втулочка. То есть, например, провод питания от стоп-сигнала. Здесь питание моторка леса. Все в такие втулочки входит. И вот входит это все в деку. Ну, там видно, что там просвечивается земля. Соответственно, здесь тоже все надо герметиком, ну, на герметик сажать. Еще бы я вот эту крышку тоже посадил бы на герметик. Чтобы, если вода сюда попадет, батарея, понятно, она там довольно вроде герметично сделана. Ну, чтобы сюда в контроллеры, опа, чтобы в контроллеры это не попало. А теперь мы его взвесим. Сейчас, давай. Никита, ты прикатишь без сидухи? Прикати, пожалуйста, Меркан без сидушки. Давай его ставим сюда. Ну, вот, как я и предполагал. 35 килограмм, 700 грамм. Вес с батареей. Теперь мы взвесим отдельно батарейку. Ну, в принципе, 35 килограмм, это как Dualtron 3. Не больше, не меньше. Батарея отдельно весит всего почти 7 килограмм всего. 6 килограмм, 900 грамм. То есть, по сути, имея такую вторую батарею, можно ее возить реально в рюкзаке, если собираешься на дальняк. И у вас уже будет не 20 Ач, а 40. Это уже кое-что. А вот сейчас мы еще, кстати, взвесим батарею от моего байка Сурон. Всегда хотел это сделать. Суроновская батарея весит 10,4. Ну, да, все-таки на 3,5 килограмма потяжелее. Но здесь и 35 Ач, а там 20. Что хотелось сказать в итоге. Самокат интересный, очень качественный. По динамике мне бы хотелось побольше. Но, опять же, на каждый самокат есть свой клиент. Кому-то нравится Тандр, кому-то Ультра, кому-то Сурон, кому-то Халтон, кому-то Мини Моторс, там какой-нибудь Спидвей. Поэтому приезжайте, пробуйте, катайтесь. Ну и принимайте для себя решение. Но хочу сказать, что подвеска здесь вне конкуренции. И механизм положения, который не разболтается у вас со временем. Так что, друзья, до новых встреч. Пока. Еще хотелось бы отдельно отметить сидение. Реально оно очень комфортное. Таких комфортных стоковых сидений я не видел. Даже у Мини Моторс, самая сидушка, вот именно о чем сидишь, по качеству гораздо хуже.